Всем огромный привет! В эфире программа «Отдел кадров». Меня зовут Юлия Лосенко. Сегодня свое видео снимает Эмин и Светлана Лобода. Что получится из этого интересного дуэта, вы узнаете в нашей программе. Пойдем. Сегодня в программе Светлана Лобода сделала предложение Эмину Агаларову. Эта песня абсолютно созвучна с Эминой голосом. Почему артист ответил взаимностью и что получилось у этого союза, вы узнаете в нашей программе. Ох уж эта биология и никуда от нее не скрыться. Любовь-морковь в каждой песне, в каждом клипе. Но не всегда она ответная или даже в нашем случае не всегда реальная. Хотя герои, которым предстоит сегодня примерить на себя этот драматический образ, вполне себе настоящие. Ло. Просто ло. Сколько мужчин видят во сне, представляют в своих самых горячих фантазиях рядом с собой сексуальную Светлану Лобода. Девушку, которая уже в далеком 2004 году смогла обойти тысячи конкуренток и стать участницей самого востребованного женского трио нашей страны. Однако в группе «Виагра» Лобода задержалась ненадолго. На сайте певицы подробно описывается их разрыв с коллективом. Ей запрещает импровизировать на концертах, ограничивает ее личную жизнь. Продюсеры недовольны ее общением с прессой и излишней активностью на выступлениях. Лобода становится слишком заметной, говорят они. Мы сумасшедшие пассажиры, обезумевший экипаж. Когда в первое время я появлялась в России, мне говорили, а, девушка, которая еще до Евровидения, та, которая была в «Виагре», мне всегда было дико обидно это, потому что я подумала, как же так? Ну, всего лишь такой маленький срок. Снято был всего лишь один видеоклип и уже такая четкая ассоциация. Получив хорошую дозу популярности, благодаря группе «Виагра» уже в ноябре того же года она сказала женскому коллективу о риве дерче и отправилась в сольное плавание. По насенним небом город под запретом, тебя больше рядом нет. Многие пророчили ее одиночному творчеству провал, но Лобода привыкла добиваться своего. И своим примером полностью оправдала постулат великого Генри Форда, что талант – это 1% гения и 99% тяжелого и изнурительного труда. Музыка, как оказалось, не единственное увлечение певицы. Помимо записи песен, съемок видеоклипов и многочисленных гастролей, будни артистки наполнены благотворительными акциями и даже производством собственной линии одежды. Вот так в 2008 году выходит очередной клип Светланы «Не мачо». Для съемок клипа певица разрабатывает специальную майку с надписью «Факта мачо», которая произвела фурор среди молодежи. Да и что там греха таить, я и сама могу похвастаться таким экземпляром в своем шкафу. Неординарная, дерзкая, сексуальная и упертая в хорошем смысле этого слова – так можно охарактеризовать героиню нашей сегодняшней программы. Желанная миллионами, казалось бы, такая неприступная, Лобода не постеснялась сделать первый шаг. Шаг навстречу молодому, талантливому и успешному Эмину Агаларову. Остались самые яркие, теплые впечатления. Этот парень очаровал миллионы женских сердец. Его даже называют русским Рикки Мартином. Пошел. Сладкоголосый тембр не смог не задеть слух певицы, и вот она уже нажимает кнопку «Отправить», и письмо с интересным предложением появляется во входящих Эмина Агаларова. Как получилось так, что ты предложила Эмину записать дуэт? Почему именно он? Это удивительная история, потому что она случилась не спонтанно. Это, видимо, как-то так сложились обстоятельства там сверху, что было суждено нам спеть дуэтом, потому как у меня появилась песня, которая имеет название «Смотришь в небо», и в какой-то момент я поняла, что эта песня абсолютно созвучна с Эмина голосом. Я услышала его тембр голоса, услышала его краски вот в этой песне. Я поняла, что именно он должен ее исполнять. Где бы ни было, очень сложно, кто сказал, что будет легко, кто сказал, что будет легко. Как так получилось дуэт с Лободой? Неожиданно. На самом деле у нас исключительно музыкальный союз, потому что связывает нас в первую очередь. Очень крутая песня. Света прислал мне ее поздно вечером с такой припиской, что если тебе понравится, можем ее спеть вместе. На следующее утро. Она мне так понравилась, что я записал свой вокал, и уже вместо ответа я послал готовый трек со своим голосом. Ну и все, с этого момента мы начали работать. И сегодня у нас на площадке российская команда, украинская команда. И мы делаем уникальный продукт, не хочу это называть продуктом, но кино. Уникальное короткое кино. Виновником этого творческого дуэта стала песня «Смотришь в небо». Жанр нового видео «Лобода и Эмина» можно определить как психологический триллер, саспенс в лучших традициях Хичкока, где тесно переплетены реальные и выдуманные миры. Представляете, все абсолютно книги, которые вот здесь вот лежат на полу, они абсолютно настоящие. Прямо сейчас у меня в руках труды съезда хирургов РСФСР. Раритет «Друзья» хочу вам сказать. Пахнет старой книжкой. Вы хотите меня убить? У меня были такие мысли. И что вы думаете по этому поводу? Я отказался. Это история о том, как сложно не сойти с ума от одиночества и что делать, если та единственная, которую ты любишь, лишь плод твоего воображения. Эми, пошел. Эми, давай. Впрочем, более подробно о задумке видео нам расскажут режиссеры сегодняшнего клипа. Два артиста на площадке, два режиссера. Как так получилось, что вы сегодня в дуэте? Да непонятно. Вот деремся. Уже 12 часов, я устал. Нателла крепче пока. Стоит на ногах. Нателла, да. Просто Юра пока больше работал, потому что у нас так разделение не по гендерному, конечно, признаку, но тем не менее Юра больше задействован в съемках Эмина. Я больше буду сейчас работать со Светланой. Спасибо. Ну, такое тоже бывает. Рабочий процесс. Рабочий процесс, да. Но нам, на самом деле, главное, что нам не скучно и очень-очень весело. Мы видим. Расскажите, пожалуйста, в чем сюжет сегодня заключается? Ну, не расскажем. Никому не расскажем. Никому не рассказываем. Да, потому что, ну, на самом деле, зачем же перед тем, как прочесть книгу или посмотреть фильм, знать, о чем это? Тогда у тебя может сложиться искаженное впечатление. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы та работа, которую мы сегодня проделали, она правильно срезонировала в умах и сердцах наших поклонников. Вызвало удивление, по крайней мере. Ну, это, скажем так, это психологический триллер по мотивам нашей с Юрой истории о большой любви, которая не имеет ни начала, ни конца и рождается где-то глубоко в недрах мужской души. Одна из главных ролей досталась актеру театра и кино Артема Ткаченко. Впрочем, для него режиссерская задача оказалась, как нам показалось, не очень-то и сложной. Несмотря на яркие любовные сцены, страстные поцелуи и горячие объятия, Артем остается спокойным и расслабленным. Профессионал одним словом. Расскажите, пожалуйста, о своей роли в сегодняшнем видеоклипе. Я персонаж, выдуманный Эмином, собственно, как и персонаж Связланы. Мы его воображение, его какая-то писательская искра. Поэтому меня нет. Меня нет. Это все иллюзия. Да, да. Я абсолютно придуманный персонаж, который, собственно говоря, вот имеет некоторые... Не задерживайте съемку. Оношения. А, именно. Возьмите. Который вот имеет отношения некоторые со Связланой. То есть плод его фантазии, который, в конце концов, он пытается как-то пресечь и испепелить, но наша связь так крепка. Что не получается. Очень сложно, очень сложно. Масштабы сегодняшнего клипа просто поражают. Шикарные декорации внушают абсолютную уверенность в том, что бюджеты на клип не пожалели. Все продумано до мелочей. И даже кинокорм, так называют питание для съемочной группы, сегодня не сосисочки с пюрешечкой, а изысканные блюда. Ну, просто грех не соблазниться такими сладостями. Это потрясающе выглядит. Наверное, это еще и очень вкусно. Спасибо огромное Светлане Лободе и Мину за такой стол. Первый раз в жизни. Уж поверьте, у меня огромный опыт съемок, сколько я всего видела, но такой красоты я не видела нигде. Ну, все, все, все. Выключайте камеру. Вот и закончились съемки видеоклипа и Мина, и Светлана Лободы. Декорации сворачивают, артисты счастливые и довольные. Ну, а мы рады, потому что прямо сейчас мы увидим, что же из всего этого получилось. Итак, внимание, смотрите видеоклипы Мина и Светлана Лободы прямо сейчас.